Чуваша и Куба заинтересованы в расширении двухсторонних связей. Планы дальнейшего сотрудничества обсудили в выходные. Республику с рабочим визитом посетил и чрезвычайный и полномочный посол острова Свобода в России. О первых договоренностях и реализации будущих проектов в нашем сюжете. Развитие двухсторонних отношений между Чувашской республикой и Кубой приобретает особую значимость в период санкций. Эмилио Лосада Гарсия говорит, что политика Запада в отношении России дала обратный эффект. Остров Свобода и Чувашия начали наращивать торговый оборот. Я всегда говорил про дефицинские. Односторонние санкции никогда не работают. Но то, что сейчас после трех лет делает Российская федерация, это удивительно. Потому что и развитие экономики, и развитие сельского хозяйства, и развитие всех секторов. И то, что в этом году уже министр экономического развития сказал, что будет рост экономики, это большой успех. Промышленности Чувашии и зарубежные партнеры проявляют интерес. Продукция чебоксарских предприятий будет востребована при строительстве энергоблоков на Кубе. На острове Свободы испытывают и большую потребность в лифтах. Их также готовы заказать на Чувашском заводе. Будем продолжать сотрудничество, будем искать пути для нашего сотрудничества. И мы готовы в этом плане развивать точное значение. Я бы хотел в рамках нашей встречи пригласить вас посетить Кубу. Здесь очень важный момент. Это гаванская ярмарка. Это всеобщая ярмарка, которую мы каждый год осуществляем на территории Республики Куба в Гаване. С 1 по 7 ноября. Большие возможности открываются. Особенно сейчас для Российской Федерации, когда американцы с новой политикой президента Тромб собираются внедрить какой-то протекционизм для производства Латинской Америки. Совместные проекты партнеры намерены реализовать и в области медицины. Кубинские специалисты разработали инновационную методику для лечения больных с синдромом диабетической стопы и готовы обучить чувашских врачей. С этим препаратом еще и увеличится возможность честного человека. И есть, я бы сказал, большие преимущества в этом препарате. Сейчас прорабатывается вопрос открытия в Республике специального медицинского центра. Пока же в Чувашии эту болезнь лечат на базе эндокринологического диспансера. В Республике уже с 7-го года функционирует кабинет диабетической стопы. Он у нас организован на базе ведущей клиники Республиканского эндокринологического диспансера. Условия все созданы, поэтому мы готовы сотрудничать с вами к лечению пациентов. Эмилия Лосада-Гарсия встретился и со студентами ЧГУ. Сотрудничество между вузами Чувашии и Кубы будет укрепляться, отметил посол. Дмитрий Ковалев, Галина Титарщук и Олег Якимов. Республика. Дмитрий Ковалев, Галина Титарщук.